Здравствуйте, дорогие выпускники! Меня зовут Алексеева Ефросинья Афанасьевна. Я старший преподаватель кафедры иностранных языков Института развития образования и повышения квалификации. Мы продолжаем наши уроки по подготовке к ЕГЭ по английскому языку и сегодня мы разберем задание раздела чтения. Задание КИМ ЕГЭ по чтению строится на следующих стратегиях. Понимание основного содержания, понимание запрашиваемой информации и полное понимание письменного текста. Если перед экзаменуемым ставится задача понимания основного содержания прочитанного текста, как в задании 10 раздела чтения, надо научиться выделять ключевые слова и не обращать внимания на те, от которых не зависит понимание основного содержания. Нужно научиться не пугаться незнакомых слов. При этом следует помнить, что в тексте основная мысль, как правило, выражена словами, синонимичными тем, которые использованы в экзаменационных вопросах. Задание 11 раздела чтения. Это задание на понимание структурно-смысловых связей в тексте. Предполагается, что экзаменуемый на основе понимания содержания текста должен восстановить пропуски в нем, исходя из грамматической структуры и значения предложенных вариантов ставок. Выполняя это задание, следует помнить, что среди вариантов будут такие, которые могут соответствовать пропуску по структуре, различаясь по значению, или наоборот, быть сходными по значению, но различаться по структуре. Поэтому для правильного выполнения задания важно учитывать оба этих фактора, как смысловой, так и структурный. И задание с 12 по 18, это уже высокий уровень сложности, нужно на основе прочитанного текста ответить на вопросы, выбрав один правильный вариант из четырех предложенных. Максимальное количество баллов, которое можно получить за выполнение всех заданий этого раздела, 20 баллов. При этом рекомендуемое время выполнения всех заданий данного раздела – 30 минут. Остановимся на задании 10, раздела «Чтение». Это задание на базовом уровне сложности. Что проверяется в данном задании? Проверяется ваше понимание в прочитанном тексте основного содержания. Нужно будет подобрать к кратким текстам информационного и научно-популярного характера заголовки. Заголовков будет 8, один из них лишний. Итак, максимальный балл за правильное выполнение данного задания – 7 баллов. Обратимся к заданию 10 из демо-версии 2020 года по английскому языку. Итак, у нас в задании сказано «Установите соответствие между текстами A, G и заголовками 1, 8». Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз. Не забывайте, что в задании один лишний заголовок. Итак, что мы делаем для начала? Вначале мы приступаем к обработке заголовков. Как это делается? Мы читаем каждый заголовок, выделяем ключевые слова и выстраиваем ассоциативный ряд, который поможет вам выбрать правильный ответ. Итак, перед нами 8 заголовков. Они объединены одной темой. Что это за заголовки? Давайте посмотрим. Заголовок номер один – Building Materials. Building Materials – строительные материалы. Очевидно, что в тексте будет идти речь о каких-то конкретных строительных материалах. Это может быть Stone, это может быть Bricks, это может быть Wood. В тексте мы ожидаем встретить именно вот такие наименования строительных материалов, но никак не Building Materials. Не забываем, что ключевые слова, данные в текстах, синонимичные тем, которые изложены в экзаменационных заданиях. Заголовок номер два – The Longest on Earth. The Longest on Earth – это самое длинное на Земле. Нечто самое длинное, которое можно измерить. То есть в тексте мы ожидаем встретить какое-то измерение. Может быть, это будут метры или это будут временные промежутки. Заголовок номер три – Safe Travel – Безопасная поездка. Тоже выстраиваем ассоциативный ряд. Safe – It's Not Dangerous. Travel – это может быть какие-то виды транспорта. Или ассоциативный ряд с такими словами, как Guard, Warning, Security и так далее. Заголовок номер четыре – Designing a Building. В Designing a Building здесь речь идет о процессе проектирования. Можно легко спутать его с заголовком номер один – Building Materials. Но в заголовке номер четыре речь идет о более общем каком-то процессе проектирования. И в тексте мы ожидаем встретить не только наименование каких-то строительных материалов, но и общий процесс. То есть такие слова, как Construction, Building, Architecture, Location, Environment. Заголовок номер пять – Invented by accident. Invented by accident. Что это? Изобретенное что-то случайно. Invented, конечно же, не стоит надеяться на то, что это слово будет в тексте. Поэтому подбираем синоним к слову Invented – это Created. Возможно, что-то будет описание изобретения чего-то случайно, описание какого-то случая. Заголовок номер шесть – Comfortable Living. Comfortable Living – это комфортное условие для проживания. То есть это что-то хорошее, хорошее условие для проживания. Good for Living, например. Вот такой ассоциативный ряд мы выстраиваем. Смотрим дальше. У нас заголовок номер семь. How did they do it? Как они это сделали? Это больше риторический вопрос. То есть в тексте, возможно, будет описание какого-то парадоксального случая. При этом напрашивается вопрос, как они могли это сделать. И заголовок номер восемь. Why seasons change? Как, почему меняются времена года? Конечно же, не забываем, что слово seasons мы вряд ли встретим в тексте. Поэтому мы ожидаем встретить такие слова, как winter, spring, summer, autumn. И, конечно же, объяснение тому why, почему, как они меняются. Итак, мы проработали наши заголовки и приступаем уже к непосредственному выполнению задания. Соотнести заголовки с нашими микротекстами. Ребята, не забываем, что чаще всего основные ключевые понятия заложены либо в первом, либо в последнем предложении. Чаще всего это так. Если такая стратегия не срабатывает, конечно же, мы просматриваем наш текст по диагонали. Стараемся углубленно не вчитываться в каждое слово. Старайтесь не переводить каждое слово, да? И выцепляем оттуда ключевые слова. Итак, давайте проверим нашу стратегию первого-последнего предложения на примере текста A. Читаем первое предложение. Most of Africa's rural peoples use natural resources that are locally available for their homes. И последнее предложение. Instead of making permanent homes, they usually use simple shelters or tents made of animal skins and woven hair. Итак, что же мы имеем? У нас в первом предложении говорится о том, что некие африканские племена используют природные материалы, доступные в их обитаемой среде, для сооружения своих домов. А в последнем предложении сказано о том, что вместо постоянного жилища они используют простые навесы, укрытия, сооруженные из шкуры зверей. Итак, очевидно, что к данному микротексту подходит заголовок номер один, building materials, то есть строительные материалы. И таким образом мы прорабатываем каждый микротекст и подбираем заголовки. Если какой-то микротекст сложно соотнести с заголовком, ничего страшного, пропускаем, идем дальше. А далее уже возвращаемся к пропущенному тексту и уже выбираем к нему заголовок из минимального количества вариантов. Ребята, если вам трудно дается выполнение этого задания, советуем вам упражняться на примере каких-либо текстов небольшого объема. Даже это пусть будут тексты из лексико-грамматических упражнений. Бегало читаем текст, мысленно выделяем ключевые слова и подбираем к нему заголовок. Обратимся к тексту D и посмотрим, работает ли стратегия первого-последнего предложения на примере данного текста. Читаем, опять же, только первое и последнее предложение. И последнее предложение. Очевидно, в данном тексте речь идет о временах года. Мы видим в последнем предложении ключевые слова autumn and winter, осень и зима. Мы говорили, что seasons, времена года, это winter, spring, summer and autumn. Ищем наши оставшиеся времена года в тексте. Видим в предыдущем предложении. Итак, в тексте идет речь о перемене, о смене времен года. Таким образом, к тексту D подходит заголовок под номером 8. Таким образом, ребята, выстраивание ассоциативного ряда поможет вам эффективно выделить ключевые понятия, что поможет правильно выбрать заголовок к микротексту. На этом разбор задания 10 завершаем. Желаю вам удачи! Субтитры создавал DimaTorzok